Роман «Журавли и карлики» — это, может быть, такой единственный большой роман, который я написал на относительно современном материале, ну, конечно, с историческими вставками. Он посвящен, главное его действие происходит в 90-х годах в Москве. Писал я его через 15 лет после событий, связанных со штурмом Белого дома, в 93-м году, и тогда это всё было всё-таки достаточно близко, а теперь отодвинулось гораздо дальше. И поэтому, может быть, этот роман может восприниматься теперь как роман исторический, потому что я даже не столько по профессии, сколько по своему образу мышления, по природе своего, ну, скажем так, своих способностей. Я, прежде всего, историк и смотрю на вещи с точки зрения историка. И этот роман, он передаёт, он не о политике того времени, он не о каких-то там идеологических борениях, он просто... Я пытаюсь в нём воссоздать психологию людей, живших в то время, для которых это время, вот как тогда говорили, можно оказаться эмигрантом, не уезжая из собственной страны. И все мы в то время оказались в этом положении. Теперь это уже воспринимается на фоне того, что произошло потом, воспринимается иначе. Ну и вторая составляющая этого романа – это всё, что связано с любимой моей страной. Это Монголия, где я какое-то время жил в юности, а потом не раз бывал. И вот такое обрамление этой истории о 90-х годах – это путешествие героя через 15 лет по Монголии. И он видит эту Монголию современную, которая отчасти напоминает ему 90-е годы в России. И вот на пересечении этих двух реальностей – монгольской реальности и реальности 90-х годов – вот, собственно, и возник этот роман, который я люблю до сих пор. Я не все свои романы люблю, и некоторые никогда не заглядываю. А вот этот я иногда снимаю с полки и думаю, да, как я точно какие-то вещи ухватил. А ухватил, мне кажется, потому, что я никогда не веду дневников. И то, что… и пишу по памяти. Но то, что сохраняет моя память на протяжении 15 лет, то оказывается важно не только для меня. Вот это как бы вот роман памяти. До встречи. Продолжение следует...